всем приветики прослушал эти колонки потестировал их пару дней даже наверное не пару дней а неделю уже ну и в целом они мне понравились но тут есть некоторые недочеты и есть как плюсы так и минусы и мне кажется мнение браконы немножко попались вот получается здесь ну можно начать вообще с самих колонок здесь они трехполосные верхний динамик средний и нижний фазоинвертор а здесь как бы окошко для приема сигналов с пульта и к приемник получается а на пульте и к передатчик вот ну и соответственно пультик вот он пультик вы включить выключить звук сами колонки включить выключить потом уменьшение здесь две кнопки уменьшения громкости это здесь увеличение тут как бы не помню какая из них одна сильно отнимает другая чуть-чуть то есть можно прям либо быстро добавлять громкости убавлять либо медленно что кстати удобно там переключение по входам это кстати лучше чем у микролаб соло микролаб соло нужно было именно по очереди тыкать идя по каждому этому входу а здесь ты можешь выбрать конкретный вход либо такой либо такую не надо по несколько раз тыкать и сказать еще можно выбирать вот здесь нажимая на вот эту кнопку тогда нужно реально тыкать потому что получается вот нажимаешь идет переключение сейчас могу в сеть подключить показать ну вот получается горит зеленым первый вход нажимаем второй вход вот она помогала второй вход потом это у нас по моему оптика красная и оранжево коаксиальный потом bluetooth и потом дальше обратно первый вход то есть в микролаб соло так было все по очереди здесь нет но если на кнопки то да а на пульте можешь сразу выбрать нужный тебе вход здесь собственно и подписано какая очередность идет вот потом громкость регулируется но здесь минус в том что у громкости нету индикатора у микролаб соло 9c был индикатор чик и ты видишь сколько процентов громкости а здесь ты не видишь то есть вот сколько сейчас я не знаю и я получается определил как считал повороты потому что получается если когда поворачиваешь он так вот видно палец перескакивает и она и чувствуется скачки такие и от насчитал таких скачков ну так перекрутил пока громкость не перестала расти и насчитал 50 50 ну как бы ступеней ступеней громкости и вот получается ты вот накрутил максимум это получается 50 а потом считай считай один два три то есть ты ходишь делать там чуть поменьше вот отчитывай 10 штук например или 5 короче блин это так неудобно прямо максимально но она помнит громкость то есть если какую-то громкость подобрать и на ней оставить она всегда будет на ней играть а просто если регулировать ну ты не знаешь сколько тебе нужно реально считать то есть ты помнишь что ты оставил на 40 допустим а хочешь делать там 45 нужно 5 посчитать 5 вот этих вот прыжков в регуляторах короче блин это так неудобно вот потом это уже басы и вас вот на середине слышно так вот как бы стопится он так уже не хочет идти но когда вышел оттуда уже идет плавненько легко потом доходит до середины опыта к типа за счет нос и дальше плавненько идет вот вверх вниз у нас есть плюс 4 и минус или сколько там плюс 6 плюс и минус 6 ну вот и так вот регулируется ну и как бы на такие регулировки ба вверх и низ как бы сзади сзади у нас подключение идет вот две линии первая вторая то есть первая например на плеер 2 на компьютер потом оптический коаксиальный потом выход на сабвуфер для тех кому мало вот этого сабвуфера может подключить отдельный там выход на левую колонку выключатель двух колонок и провод для сети все вот такая как бы колоночка это активная получается потому что мне не находится вся аппаратура усилителей все такое а вторая пассивная к ней просто она просто подключается ну то есть активно то которая всем управляет то есть гола главное во вторая просто так от накажу звук выходит пассивная вот и здесь кстати необычные штырки у микролапсола 9c там они внутрь входили а здесь наружу выходит и здесь когда одеваешь когда одеты сеточки там еще есть небольшой зазорчик небольшой зазорчик примерно вот миллиметров 5 чтобы воздух мог выходить потому что здесь вот фазоинвертор вот он он прямо здесь он там внутри вата кстати а у микролапсола 9c была сеточка и под ней пустота а здесь вата то есть мне кажется ну то есть это наверно чтоб пыль туда не попадала оттуда же и воздух будет хуже выходить наверное а когда бас качает а должен же воздух выходить вот когда стоят сеточки одеты здесь кстати небольшой зазорчик чтобы как раз воздух который уходит от баса через но вы через эти зазорчики вылетал так что такая вот колоночка но это активная да и но и в принципе что что могу сказать по поводу колонок в целом мне понравилось именно сама сама колонка с сами две колонки потому что в отличие от моих предыдущих здесь три полосы здесь три частоты вверх середина и низ а предыдущие микролапсола 9c у меня было два низа и один вверх и я понял что это как бы не очень потому что ну то есть когда три полосы лучше потому что вся полная получается звуковая картина были вырисовывается полная такая палитра открывается потому что когда не хватает одной частоты но много чего не слышно на микролапсола 9c я на этих колонках слышу ту же музыку что и на предыдущих и слышу те звуки которые на предыдущих не слышал то есть я услышал какую-то дудочку хотя раньше его вообще не было слышно ну или флейту я не знаю или сексом короче короче что то есть такого и короче инструмента на дудочку похожего на я не знаю точно что именно вот на микролапсола я не слышал этого а здесь услышал какие-то шорханье услышал а подумал с колонками какие-то потрескивания а это нет в музыке были почти какие-то щелочки я послушал пошел еще на компьютере в наушниках послушал да точно в музыке вот так что три полосы лучше у тебя полный звуковой спектр открывается а когда одной частоты нету средней получается у тебя не хватает как вот вот у монитора есть же как бы цвета синий красный зеленый rgb и вот если один цвет забрать у тебя сразу картинка станет хуже у тебя какой-то цвета не будет хватать так и тут забери один динамик и уже звук не тот ничего то не хватает поэтому как я понял для себя лично что три полосы лучше чем две плюс ты можешь настроить их максимально здесь можно на колонках бас в ноль или на максимум сделать и в плеере в ноли или на максимум и тогда короче ты можешь настроить так как тебе нужно то есть получается ты либо можешь сделать максимально бас либо вообще убрать бас она микролап соло 9 9 c нельзя этого сделать ты хоть бас и на колонках убираешь и в плеере играешь все равно подбухивает потому что получается голос который сейчас идет отсюда из этих колонок там выходит из вот этих динамиков низкочастотных и хоть ты убираешь басы голос то все равно выходит то что для голоса нету отдельного среднего динамика он уход через низкочастотные динамики они у них такая конструкция что они как бы бас ну создают низкую такую частоту соответственно даже когда баса нету а через них уходит голос они за свои конструкции все равно немножко бум кают и вот это мне не нравилось то что когда выбираешь бас и на колонках и в плеере все равно немножко бум кают а здесь можно реально сделать так что вообще не бум кала и это мне нравится то есть ты во первых слышишь полностью без звук на всех частотах во вторых можно строить так все как тебе надо вот и мне это нравится удобненько кстати вот потому получается что провод на вторую колонку где-то длиной пять метров и здесь специальный такой провод то есть свой не подключишь ну и соответственно дальше чем вот этот провод ты их не раздвинешь то есть только пять метров и все вот ну и спит такая вода ну она наверно в таких колонках во всех таком микролабах тоже был специальный провод и то есть свой то есть нельзя так сделать что ты подсоединишь свой провод раскинешь их там на километры нет здесь как бы хотя и не надо на дом на квартиру хватает вот потом что еще инструкцию я вот в прошлый раз в распаковке не показал здесь у нас что инструкции здесь у нас показывается но это просто как бы безопасность что в этом аккуратненько смотреть что востоком не ударила вот особо ничего такого что там что 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 судах на воздушных судах в медицинских центрах на воздушных судах вот потом комплект поставки рца кабель там все такое потом что для чего предназначается где какие регуляторы где какие входы вот собой буфера потом пультик как как для чего что какие кнопки потом опять таки как включить колонки и подключить да как включить колонки в сеть как вообще заработал чтобы они заработали потом по каждому входу проходится что там как настроить при подключении каждому входу потом как через bluetooth подключиться через windows тоже кстати пробовал нормально работает я даже другой комнате но я проверял объект ли он через стену бьет все нормально я был в спальне мы на колонке в зале нормально все работает вот потом здесь технические характеристики параметры здесь неполадки кстати насчет неполадок вот здесь есть такая штука помехи написано что если отключить все аудио устройство и сделать звук колонок громкость нам на максимум то не должно быть никаких слышно шумов на расстоянии метра а здесь слышно шипение вот еще при включении слышен щелчок но это я так понимаю усилитель включается это наверное нормально по моему на микролабах тоже такое было но я вот не помню не уверен вот а здесь вот я но если на микролабах было то там щелчок был тихий здесь щелчок явно погромче и когда делаешь громкость на максимум как там говорят отсоедините все аудиокабеля сделать громкость на максимум и на расстоянии метра не должно быть слышно ничего тогда с колонками все нормально у колонок проблем нет а здесь получается вот если взялась громкость максимум слышно шипение из верхнего динамика и я думаю мне кажется это брак не знаю слышно могу сейчас пододвинуть вот слышно шипение такое из этого динамика вот и мне кажется это брак ну в общем то есть как бы три проблемы что мне не нравится то есть в целом не колонки нравится мне нравится как они звуну трехполосное звучание нравится нравится что можно настроить именно так как тебе хочется чтобы был баса или чтобы не было мне не нравится что во первых нету динамика индикатора на котором видно сколько у тебя процентов громкости то мне нравится что они шипят в принципе когда музыка играет из этого шипения в принципе на это не обращаешь внимание то вторая проблема здесь бывает потрескивает но бывает от музыки когда музыка то есть здесь такой чувствительный чувствительные за усилители или что там они что за это отвечает что он слышит прям каждый в песне в песне слышит каждый шорох и бывает в самой песне треск а бывает в песне все нормально а здесь равно трещит причем именно здесь на активной вот она пассивной такого нету то есть когда на двух значит песня такая а когда на одной значит колонка потому что я проверял я слушал песню в наушниках и вот когда на двух колонках трещала на этой и на пассивной мы дело было в песне а было такое что здесь трещала я послушал в наушниках на компьютере треска не было там а здесь был и на пассивной не было значит здесь какая-то недоработка то но бывает потрескивает именно на активной и еще на активной когда играет бас бывает что-то дребезжит на задней стенке на пассивной такого нету я так понимаю что там какие-то провода не закреплены и они бьются об стенку от баса то есть бас бух и провода об стенку дребезжат и это тоже не очень получается играет баса у тебя колонка дребезжит но когда вам все вокруг это понятно но когда сама сама колонка это не очень на пассивной такого нету бас играет все нормально а на этой слышны дребезжание при этом наклоняешь его так вниз все дребезжание пропадает видимо провода опускаются и не достают до стенки оставишь назад все дребезжит или в бок наклоняешь тоже дребезжит и мне вот не нравится третий момент дребезжание от баса потрескивание и шипение хотя если бы там закрепили провода нормально от баса бы не дребезжало если бы не знаю поставили какие-то там дополнительные что за это отвечают конденсаторы может или какие не шипело бы отрещит короче если бы не было всех этих трех моментов у меня бы все устраивало а так из-за этого всего я позвонил магазин и сказал что хочу их ждать по гарантии на проверку если подтвердится мне вернуть деньги вот если бы этого не было и даже не звонила бы им пользовался и радовался бы а так ну блин это неприятно вот а так в целом если не учитать все это и пусть даже хоть нету индикатора бы где-то здесь видно было или их лих или не здесь а сбоку рядом будут с этой штукой было бы круто ну то что-то его нету и ладно как бы вот но вот эти вот проблемы меня напрягают а так вот именно по звуку мне нравятся эти колонки и я там даже читал комментариях в отзывах к этим колонкам что типа бас слабый но видимо они выкручивали бас только здесь на колонках потому что когда выкручиваешь еще на 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 плеере бас то есть и на колонках максимум и на плеере максимум то он нормально валит потому что получается они меня стоят за ли дальше спальня кухня и можно выйти в подъезд и вот они стояли в зале я закрыл дверь и в зале закрыл дверь и в квартире вышел либо закрыл дверь и в тамбуре и в подъезде на стене там вся такие коробки они дри бежали от баса то есть у меня слушай надо пас и там такие коробки дребежат то есть он нормальный всплесили там ёп … то что д官ники которые все перекручены к стене то, блин, конечно же он нормальный валит бас, просто нужно настроить но естественно он не такой мощный, как у микролаба потому что у микролаба там 4 басовых динамика, здесь всего лишь 1 ну 2, ну то есть там на каждую колонку по 2 басовых динамика, а здесь по одному естественно он послабее и в целом они послабее но, чтобы сказать что он совсем слабый, не, нормально валит ну как для меня кому-то может быть нужно так, чтобы болело, чтобы аж стены тряслись, ну тогда наверное да, но у меня и микролаб так жестко они играли, ну в принципе помощнее но не сильно жестко, так что как по мне, нормальные колонки, хотя они маленькие я думал они будут слабенькие но нет они у меня слабо играли поначалу получается, я когда еще ну из-за того, что здесь нет индикатора и я еще не понял, как они работают я накрутил громкость ну какую-то случайную, и они как-то тихо играли вот, а теперь, когда я посчитал, что здесь 50 ступеней громкости я выкручу на 40 почему не на 50? чтобы запас был потому что любая техника, как мне объясняли не любит работать на пределе своих возможностей потому что, если какая-то любая техника, не только колонка работает на пределе, на максимальной мощности она быстро, ну как бы тратит свой ресурс то есть она быстрее выйдет из строя поэтому нужно, чтобы был какой-то запас то есть, чтобы она не на 100% работала а там на 80, на 75 чтобы быстро не испортилось и поэтому вот я ставлю 40 здесь максимум 50, я ставлю 40 а на микролабах там было максимум 60 я ставил 45 вот и, как бы, да поэтому когда я сразу не посчитал вот эти вот обороты я ставил, наверное, на 30 и мне казалось, что они тихие а теперь, когда ставлю на 40 ну, уже они помощнее намного играют но все равно не так громко, как микролаб да но все равно, в целом в целом, если бы не эти проблемы я бы ими пользовался но, ну, сдаю бы гарантии из-за всего вот этого еще здесь, кстати, при включении щелкает я не помню это, ну, короче, на микролабе по-моему, тоже щелкало но я не помню ну, как бы, щелкало вообще или нет по-моему, щелкало, но не так громко а здесь прямо как-то так громко щелкает наверное, это усилитель так включается и типа, это нормально но мне кажется, прямо оно как-то сильно щелкает я сейчас могу продемонстрировать где пультик а вот он, пультик вот, если, правда, надо поближе, наверное, вас к динамикам вот, выключаем о, слышно щелкает выключаем о, и при выключении щелкает короче, слышно щелчки при выключении тихий наверное, микролаб микролаб так включался, как здесь выключается микролаба выключался вообще без щелчка а включался, наверное, с тихим что я на него даже внимание не обращал а здесь выключается с тихим щелчком а включается с громким вот, и это напрягает, как бы хотя, наверное, это нормально типа, здесь и такой усилитель короче, да да, Edifier делается в Китае для ну, как такое видимо, что-то такое вроде как бюджетное, наверное, что-то а микролаб это уже посерьезнее делается уже не знаю, как это делается но уже для рынка более другого типа, европейского и все такое а этот делается ай, для кого попало короче блин микролаб, конечно, посерьезнее, наверное, будет техникой чем вот эта вот, так что ну, в целом в целом нормально включать я думаю, нет смысла потому что во-первых микрофон на телефоне вообще не пишет бас от слова совсем соответственно вы не услышите бас то есть вы будете видеть эта здесь штука скачет но не услышите ее а верхняя частота у меня, наоборот, завышает и здесь будет оно больше звенеть чем на самом деле есть поэтому включать колонки вообще нет смысла все равно вы не услышите мощный звук глубину объем бас не услышите короче, вы ничего не услышите вы просто ну, просто песенку послушаете какой смысл просто песенку слушать любую технику вернее, не технику а любую аудиоаппаратуру нужно вживую проверять чтобы понять то, что это вам надо или не то а включать нет смысла я просто вот рассказал показал какие подключения какие регуляторы какая проблема что нет звуковое окошко где видны проценты рассказал о браке как я считаю что там что-то где-то гремит где-то еще что-то но остальное уже звук это уже в принципе вы можете даже заказать и послушать не оплачивая потому что я их заказал мне курьер их занес в дом и я мог их послушать если мне не нравится отказаться потому что я договорился с магазином что я сначала послушаю если меня устроит я оплачу если нет то нет поэтому вы можете даже не только в магазине прийти послушать а и заказать и дома послушать если нравится оплатить не нравится не оплачивать вот просто в целом это как общее представление дается вам вот так что хотя не все магазины на такое идут первый магазин который мне привез такие колонки Вообще отказался мне даже их домой нести И я, соответственно, отказался от колонок А другой магазин Мне сам курьер занес их в дом Мне помог их распаковать, подключить И мы вместе с ним их послушали Но тогда, естественно, не заметил шипения Что надри бежит Я так, чисто мельком минутку-две послушал Ну, вроде норм А как оказалось, вот В дальнейшем использовании, что Другие проблемы появляются Вот, так что Но в целом, в целом Если бы не эти проблемы Вполне себе нормальные колонки играют Довольно-таки мощно Особенно, если вы крутите их на максимум На которые я никогда не ставлю Ну, вообще будет нормально Вот, так что Такая вот у меня покупка, которая скоро Через пару дней уйдет Обратно в магазин на проверочку Ну, а я буду ждать Результатов гарантийного отдела Ну, а на этом все Всем пока-два